К общероссийскому проекту «Комфортная среда» присоединились Сюнай-Салинцы. К жителям национального поселка прибыл глава муниципального образования Ярсалинска Александр Дьячков, чтобы выслушать предложения сельчан. Навстречу пришли все, кому не безразличен облик родного поселка. На обсуждение представили проекты, которые ранее поступили от жителей и депутатов Сюнай-Сале. Кроме этого, в процессе дискуссии свои идеи мог предложить любой желающий. Что считают жители национального поселения самым приоритетным, станет известно из результатов обсуждения, которое было проведено под руководством главы муниципального образования Ярсалинская. Из шести проектов, ранее поступивших от жителей и депутатов Сюнай-Сале, собравшиеся навстречу путем голосования, определили приоритетные, которые в течение последующих пяти лет могут быть реализованы. Самое главное, еще раз повторюсь, это соучастие жителей. Теперь на всех этапах реализации проектов, будь это ценообразование, будь это принятие решения по благоустройству, через общественные комиссии контроль за кодом реализации программы, все делается только через общественные слушания. Среди предлагаемых на рассмотрение Сюнай-Салинцев установка тротуара вдоль дороги на пирс и оборудование понтонной лодочной станции, а также возведение барельефов именитым эмальцам, через которых названы улицы поселка. Одним из приоритетных объектов жители считают футбольное поле, так как молодежь активно занимается этим видом спорта. Команда национального поселка всегда принимает участие в соревнованиях среди коллективов муниципального образования Ер-Салинской. А вот прекрасную половину Сюнай-Салинцев волнует уют, красота и удобство. Я делал пометку, что футбольное поле для молодежи надо. Раньше же у нас ездили по поселкам, команда была, иногда даже первое место занимали. Правда, значит, говорят, что у вас команда сильная? Да, команда сильная раньше была. Сейчас здесь и будет футбольное поле, постараются, наверное. Я дополнительно написала сделать централизованную котельную, потому что сейчас вроде дома строят, как бы они уже подготовлены, что их только останется подключить. Друг другу соединить каким-то образом. Как-то уже полегче будет ее вводить. Это раньше у нас у всех было печное отопление, каждый дом отдельно. Ко всему сказанному, что сказала Ирина Васильевна, добавлю еще строительство такого места, ну типа детской площадки, наверное. Но есть у нас детская площадка, где дети играют. А нужно такое место, где можно было бы с детьми прогуляться. Есть же у нас еще дети, которые совсем маленькие, в колясках. Допустим, мы с коляской, мать выходит на улицу с коляской и не знает, куда идти, в какую сторону податься. Проект направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха. Так, не менее важными старожилы Сюнайселе считают озеленение улиц и дворов, чем в былые времена старшее поколение занималось добровольно. Самые интересные проекты, которые для жителей являются приоритетными, могут быть реализованы через проект «Комфортная среда». Антонина Сирасова, Екатерина Захарова, Виктор Утробин. Ямальское телевидение Сюнайселе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова